Первое в списке. Когда они не слушают. По-видимому, женщинам не нравится, что когда они говорят, говорят и говорят. Мы не обращаем внимания. Кажется, они так говорят. Не знаю, я не слушал. Так и знал. Ну, серьезно, ребята, женщины говорят немного больше нас с вами. Мы стараемся быть хорошими и часто слушаем их. Но при этом наш мозг отключается. Мы думаем о чем-то своем, но женщинам это не нравится, потому что они начинают чувствовать, что их игнорируют. Что же тогда делать? Бросить все дела, когда они говорят, что ты на 100% участвует в беседе? Нет, не думаю, что это вообще возможно, и я так точно не собираюсь это делать. Я приспособился так. Когда мы с женой обсуждаем что-то важное, чтобы показать ей, что я всецело участвую в разговоре, я выключаю ноутбук, а телефон у меня в кармане, и я полностью погружаюсь в разговор. Это происходит не всегда, но когда бы она не сочла важным что-то обсудить, она видит, что я включаюсь в беседу. Для записи этого видео, господа, я посетил такую выгребную яму, полную ненависти, известную как Reddit. Я читал разные комментарии женщин, мол, я просто ненавижу эту черту моего партнера. Я презираю такое поведение, я хотела бы его изменить. Не то чтобы вам нужно было все поменять в себе. Если вам есть что возразить, пишите об этом в комментариях. Или вы хотите что-то добавить. Я люблю читать ваши ответы. Итак, давайте начнем с кунг-фу омега-воина. Женщины ненавидят, когда их мужчины пытаются оставить за собой последнее слово. Понимаю и хочу добавить. Нет, я прикалываюсь. Думаю, эта леди все высказала. Как раз с этим я долго боролся, особенно в начале своих отношений с партнершей, с моей женой. Я просто люблю вставить свои пять копеек. Мне всегда хотелось, чтобы последнее слово было за мной. И также я поступал с другими людьми. Может быть, это происходит по молодости, когда мы хотим прихвастнуть, и нам всегда хочется что-то добавить. Как избавиться от привычки оставлять за собой последнее слово? Сперва признаться, что вы так делаете. Можете поспрашивать окружающих, мол, как по-твоему, я так делаю? Может оказаться, что так и есть. Вы даже сами не отдаете себе в этом отчет. Часто нам кажется, что есть что добавить, но, к сожалению, это вызывает раздражение наших собеседников. И с этим пунктом также связано постоянное хвастовство. Желание показать, что вы превосходите других во всем. Ребята, признаюсь честно, я сам был таким парнем. Но что интересно, оглядываясь назад, могу сказать, что я не стремился хвастаться, чтобы показать, какой я молодец. Что я в чем-то лучше других. Чаще всего человек преувеличивает трудности, через которые ему пришлось пройти. Когда человек хочет рассказать, какие ему выпали испытания, ты слушаешь и думаешь, А знаешь что, мне выпало кое-что и похоже, и вы начинаете рассказывать про то, какие трудности вам пришлось преодолеть. И вместо того, чтобы просто поделиться своей болью, вы начинаете пытаться переплюнуть собеседников в трудностях. Будто вам удалось справиться со шнурками от ботинок, а у собеседника и ботинок-то нет. Суть в том, что иногда лучше просто закрыть рот самому и дать собеседнику выговориться. В следующем пункте я попытаюсь убить одним выстрелом двух зайцев, а именно, вы ведете себя очень закрыто. Да, мы только что сказали, что вам нужно порой заткнуться, но иногда нужно быть более открыто и явно выразить свою боль, рассказать о проблемах, через которые вы проходите. Что же мы делаем вместо этого? Мы лжем. И это нелегко исправить, потому что, как мужчины, одной из лучших наших черт, мы считаем способность не жаловаться, не ворчать и все держать в себе. И другие люди могут это почувствовать, а мы стараемся держать лицо, так сказать. Мы такие, не-не-не, все в порядке, детка. Но не все в порядке, потому что на работе у вас стрессовая ситуация. Вы не на высоте в постели и начинаете придумывать отговорки что-то вроде, знаешь, что-то сегодня я не в настроении. Женщина чувствует себя разочарована и точно знает, что что-то не в порядке. И, ребята, если подобное случалось с вами, если вы имеете дело с эректильной дисфункцией, то знайте, что 52% мужчин обязательно столкнутся с этой проблемой в течение жизни. Многие парни этого стыдятся и никогда не признаются в этом своим партнершам, постесняются сходить к врачу. Так что, ребята, нужно перестать обманывать самих себя и разобраться с этой проблемой. Егор Арсланов бесплатно делится советами, как найти источник пассивного дохода и перестать жить от зарплаты до зарплаты. Также на мастер-классе вы узнаете, как правильно сберегать деньги и куда можно вкладывать без больших рисков. Егор имеет за плечами 14 лет опыта в инвестировании и управлении личными финансами. Он вложил в своё образование более 2 миллионов рублей, черпая знания в лучших инвестиционных компаниях России. Школа денег Егора Арсланова зарекомендовала себя как одна из самых успешных, а недавно она получила лицензию от Министерства образования. Не упустите шанс научиться грамотно распоряжаться деньгами и обеспечить себе беззаботное будущее. Зарегистрироваться на мастер-класс Егора Арсланова и получить бонус можно по ссылке в описании под этим видео. Следующий пункт, который женщины ненавидят, это блуждающий взгляд. Есть большая разница между блуждающим взглядом и тем фактом, что вы мужчина, и, ну, например, я вижу красивую женщину, я ценю красоту, я останавливаю на ней взгляд. Но не более того. Я не пытаюсь установить с ней зрительный контакт, я не пытаюсь флиртовать, я не пытаюсь с ней заговорить. Некоторые могут даже перед партнершей начать беседу с красивой женщиной. Это происходит, когда мы в отношениях уже какое-то время. Благодаря этому мы чувствуем, что живем, есть еще порох, нам нравится это чувство. Но надо при этом проявлять осторожность, потому что, да, это весело, но вам машут желтым флагом. Если вы со мной не согласны, оставляйте комментарии под видео. Но я точно знаю, что это тревожные звоночки, которые звонят и звонят. И вы сами не заметите, как бум, флаг станет красным, так что не вляпайтесь. И не надо говорить, да я знаю, когда остановиться. Лично я стараюсь остановиться задолго до опасных моментов, когда вы слегка пофлиртовали, поболтали, просто привлекли ее внимание. Надеюсь, вы меня поняли. Я хотел бы знать, согласны ли вы со мной, ребята. Пишите об этом в комментариях. Лично я стараюсь всегда быть предельно осторожным относительно блуждающего взгляда, потому что, знаете, я чертовски хорошо выгляжу. Упомянув этот пункт, хочу поговорить о высокомерии. Многие парни думают, что уверенность в себе и высокомерие – это одно и то же. Но это не так. Уверенность в том, что вы знаете свои возможности, в чем слабости, и просто знать, что у вас есть возможность преодолеть препятствия на вашем пути. А высокомерие – это когда вы считаете, что лучше других людей. Вы думаете, что от рождения вы лучше, что у вас есть навыки, которые делают вас лучше других, что как будто вы наделены чем-то, что вас делает лучше других. Так выражается высокомерие. И нужно быть с этим осторожным. Видите ли, высокомерие и неуважение идут рука об руку. Это приводит к ощущению превосходства, и с этим нужно проявлять большую осторожность. Особенно если мы многое хотим добиться в жизни, мы начинаем смотреть на других свысока и можем попасть в эту ловушку. Я тоже могу попасть в эту ловушку, так что обратите на это внимание. Следующие черты, о которых женщины терпеть не могут, это когда у вас в лексиконе 200 слов, из которых одна сотня – это разные синонимы слова. Серьезно, я все понимаю, вам нравится вставлять это слово в каждое предложение. Но это может быть показателем скудости ума. Вы способны на большее. Я думаю, что лучший способ выучить новые слова – это увлечься каким-то хобби и почитать побольше информации о нем. Например, вы обожаете тачки, и вам нужно выучить все детали автомобиля. Все эти слова вы добавляете в лексикон. Я лично фанат ароматов, и мне нужно учить все слова, связанные с этой темой, чтобы я мог описывать все эти ароматы. Чем больше слов вы знаете, тем лучше вам даются описания, вы лучше объясняете, общаетесь, рассказываете. Так вы можете стать более интересным собеседником, если женщины считают, что у вас с этим проблемы. По поводу следующего пункта лично меня это раздражает, и это когда перебивают других людей. Мы, парни, часто поступаем так в отношении женщин в нашей жизни, потому что они много говорят. Когда мы хотим что-то сказать, мы говорим об этом прямо. Мы устаем слушать, когда они говорят на протяжении трех-четырех минут о том, что на наш взгляд можно описать за три секунды. Так что мы их прерываем и перебиваем. Похоже, мы делаем это постоянно, и я видел, как многие женщины на Reddit жаловались на то, что их раздражает, когда их прерывают. Я иногда замечаю за собой, что когда я загораюсь чем-то, я просто обязан вклиниться в монолог. Я поступаю так с другими парнями, друзьями, и мы делаем это постоянно. Может быть, именно так для нас нормально общаться? Учитывая это, вам нужно проявлять осторожность теми, кто к этому не привык. Другие так не общаются. Людей это раздражает, бесит, когда им кажется, что их как будто отталкивают в сторону. Я вот знаю, что люблю прерывать. Тяжело, когда вы все знаете, верно? Я шучу, вообще-то, я не знаю всего. То есть, я не знаю пропасть информации о вязании, а вы, ребята. Теперь, что касается следующего пункта, с ним я не всегда согласен. Это когда они хотят, чтобы на вопрос отвечали «да» или «нет». Я думаю, что ответ зависит от самого вопроса. Люди иногда формулируют вопрос так, что вы знаете, что у вас будут проблемы, если вы ответите «да» или «нет», и вам не дают привнести в вопрос детали, обстоятельства, какую-то дополнительную информацию. Напишите, что вы думаете в комментариях, согласны, не согласны. Лично мне это не нравится, и я понимаю, почему политики порой уклоняются от вопроса, пытаются избежать его, потому что их ставят в положение, когда они проиграют, чтобы они не ответили. Поэтому они пытаются переформулировать вопрос. И я это понимаю, потому что иногда я чувствую, что, когда я вижу, каким образом мне задают вопрос, и я такой «нет, на этот вопрос я отвечать не собираюсь». Следующий пункт вы, наверное, ожидали увидеть в списке. И он заключается в том, что нам, по-видимому, наплевать на домашнее хозяйство, помощь по дому и тому подобное. Я понимаю это, но знаете, у нас с моей женой разные стандарты. Мы хотим, чтобы разные места в доме выглядели чистыми и опрятными. Мне очень важно, чтобы в подвале и гараже все было организовано. Мои инструменты и тому подобное. А жене важен порядок в ванных и других комнатах. Хотя я стараюсь держать ванны в чистоте. У нас просто разные стандарты, особенно на кухне. Она хочет, чтобы всю посуду мыли сразу, а я люблю собрать все грязные предметы и все помыть одним махом. Один раз в день. Опять же, ребята, у нас у всех разные способы интерпретации своей помощи по хозяйству. Но в целом, как по-вашему, вы мало помогаете женам по дому. И давайте поговорим об избирательной памяти. Я думаю, что довольно хорошо запоминают большинство вещей, особенно что касается финансов. Я помню, в какие месяцы родились мои дети, но, видимо, мне нужно запоминать не только месяцы и даты их рождения, но еще и годовщины. Женщинам это дано от природы. Мне стало проще жить, когда мой помощник помогает мне со всеми датами в календаре. Но вот моя жена – удивительная женщина. Она помнит даты рождения детей наших друзей. И она им звонит и говорит, например, «Привет, полгода назад родился твой ребенок. Поздравляю». Я даже никогда не задумывался об этом, но очень помог многим парням, когда посоветовал им записывать подобные даты в свой календарь. Но многих женщин все же расстраивает тот факт, что мы можем сказать о какой-то дате, даже внести ее в свой календарь, но для нас они все равно не главные в жизни. Я признаю, что в этой сфере мне есть что исправить. Я люблю технологии, и они помогают мне не забывать о важных датах, особенно о нашей годовщине. Я люблю тебя, Лена. А как насчет денег, как насчет финансов? Что в этой сфере волнует женщин? Ребята, вы узнаете об этом из этого видео. Я рассказываю о тайных вещах, которые хотят женщины, но о которых они вам не расскажут, потому что они как будто подразумеваются. Ребята, в этом видео у меня много интересного. Проверяйте сами, мне оно нравится. Отличное видео. Кликайте по нему и смотрите. Ссылка будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok